Книга Песни Песней Вторая голова Пятнадцатый стих Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Вы знаете, наверное, одни из самых великих слов Священного Писания говорят о том, что Бог есть любовь. Бог есть любовь. Любовь от Бога. Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Господь есть любовь. То есть Бог есть любовь. И отношения с Господом пропитаны любовью. Не только любовью к Богу, но любовью ко всему. Потому что когда приходит любовь, любовь распространяется сразу на все. На все, что ты видишь. Поэтому не случайно Иисус учил любить даже врагов. И Он показывал, что солнце восходит над злыми и добрыми. Бог посылает Свой дождь на праведных и неправедных. То есть Его любовь велика. Его любовь безусловна. И эта любовь излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. И эта любовь излилась. Все мы хотим этой любви. Все мы мечтаем о полноте этой любви. Жить в этой любви. Ходить в этой любви. И вы знаете, большая ошибка в том, что когда мы думаем об этом, мы обращаем внимание часто на очень какие-то важные моменты, какие-то глобальные моменты. И пренебрегаем мелочами. Вся книга «Песни песней» рассказывает о великой любви. Великой любви. И вот в этой книге о любви, вот этот 15 стих, «Ловите нам лисиц, лисенят». То есть маленькие лисята, которые портят виноградники, портят сады, портят плоды. И в итоге мы не насыщаемся. То есть в итоге мы садим, но не пожинаем плодов. И многие люди в разочаровании. Столько бывают усилий жизни, а вот отдачи-то нет. Хочется вот этой сладости, любви, благодати. Где же она? Я хотел бы вам сегодня рассказать три небольшие истории. Истории о реальных жизнях, о реальных парах. Самая первая история и как бы тема проповеди «Мелочи, губящие отношения». Вот эти мелкие лисята, или как написано в синодальном переводе, лисенята. Губящие отношения. Самая первая история связана с французским императором Наполеоном Третьим. Не надо путать его с Наполеоном Бонапартом. Наполеон Третий был племянником Бонапарта. Вот поэтому он Наполеон Третий. И вот он влюбляется в простую девушку с таким, я бы сказал, незамысловатым французским именем. Я его сейчас прочитаю, потому что не могу никак его запомнить. Евгения Мария Игнасия Августина, Палафокс де Гусман, Порто Карерро и Кирк Патрик де Платонаса до Монтихо до Теба. Вот такая девушка была. Она была дочерью графа, и как бы немножко не совсем соответствовала уровню Наполеона, но он решился на брак, отвергнув другие кандидаты, кандидатуры на роль его жены, и ее грация, ее красота, юность, все это его очень покорило. И когда он решился на этот брак, он сказал речь, и в этой речи были такие слова. Я предпочел женщину, которую люблю, женщине, неизвестной мне. И вот они поженились. Оба были молоды, оба были здоровы, оба были богаты, и у них была власть, красота, любовь. В общем, вот смотришь на жизнь, все необходимое для счастья, все, чтобы быть счастливым, все, чтобы иметь прекрасные отношения. И тем не менее, вообще в Франции считается, наверное, один из самых кошмарных браков, один из самых ужасных отношений. Это вот как раз отношения Наполеона Третьего и вот с этой Евгенией Марии Игнасией Августины. Почему? Потому что ни силы его любви, ни мощь трона не могли удержать их отношения от постоянных нападок. Мария Игнасия постоянно была подозрительна, она постоянно терзала его, она постоянно придиралась к нему, постоянно выискивалась, если он какие-то приказы издавал, она постоянно выискивала какие-то недостатки. Был случай, когда он там был в кабинете с министрами, она ворвалась в этот кабинет и прервала важнейшее совещание. Боялась его оставлять одного, терзаемой ревностью. Часто бегала к своим родственницам, к своей сестре, постоянно жаловалась на своего мужа, сетовала, плакала, упрекала его, могла даже публично в сердцах что-то выкрикнуть оскорбительное. И в итоге Наполеон Третий, который владел там роскошными дворцами, был императором Франции, не мог найти уголок, где он мог остаться бы вне вот этих постоянных нападок. И вы знаете, вот в нашей жизни мы порой думаем, вот главное какие-то значимые, великие события, но на самом-то деле наша жизнь состоит из повседневных мелочей. А мы часто вот этими мелочами, вот этими лисенятами и пренебрегаем. И мы думаем, вот настанет какой-нибудь великий день, и будет торжество любви, вершина счастья. А сегодня то не то, то не то, то не то, то не то. Помните, в книге притч, в 21 главе говорится, лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном, в пространном доме. К чему же в итоге привели постоянные нападки вот этой Евгении, супруги, на Наполеона? А к тому, что по вечерам Наполеон надевал шляпу, надвигал ее на глаза, украдкой выходил из дворца и в сопровождении своих друзей просто бродил по городу. Потому что он, говорил, не мог находиться дома. И хотя его супруга считалась одна из самых красивейших женщин Франции того времени, но недостаток, ни красота не могут сохранить любовь среди постоянных придирок, среди постоянных недовольств, среди постоянных каких-то вот этих трений. И в конце концов Наполеон ушел к другой. Ушел к другой. И Евгения на полном праве могла воскликнуть как Иов. То, чего я боялась, то и произошло со мной. Она всю жизнь этого боялась, она всю жизнь его этим изводила, она всю жизнь его этим постоянно, постоянно попрекала. и в итоге своими же придирками, своими постоянными недовольствами так и вытолкнула его. И вы знаете, вот как я много раз подчеркиваю, часто главная опасность не в сложных, запутанных вещах, а вот в этих, казалось бы, простых, элементарных мелочах. Помните, я вам говорил, как в школе преподавательница математики, я учился в математическом классе, она часто мне говорила, что если сложная задача, я весь концентрируюсь, собираюсь, ищу решения, и поэтому в итоге, она говорит, Виктор, ты один из первых в классе, очень оригинально решаешь задачи, но если простые задания, тебе скучно, неинтересно, ты делаешь это все, как, знаете, вот так вот, спустив рукава, и в итоге делаешь, говорит, элементарные глупейшие ошибки, и в итоге средний этап балл получается не очень, не очень высокий. Мы иногда думаем, что вот если что-то свершится в нашей жизни важное, вот тут мы покажем себя, вот тут мы выстоим, тут вот любовь восторжествует, благородство восторжествует, прощение восторжествует, радость восторжествует, а вот пока такие какие-то повседневные мелочи, какие-то вот эти постоянные дрязги, и люди грызутся, 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 Есть ли причина для этого? Да вроде бы и нет особой-то причины. А если есть, то ее уже мало кто помнит, потому что сами дрязги, постоянная ругань, постоянные вот эти разборки, в них уже тонет, из-за чего это началось, почему это не началось. И в итоге вот это приводит к тому, что атмосфера дома – это постоянно негативная атмосфера. Люди не хотят туда возвращаться. Думаешь, все есть для счастья, и здоровья, и молодость, и радость. Все же есть. Все есть. Живи, радуйся. Но радости никакой нет. Никакой нет. Лучше, говорит мудрец, жить в углу на кровле, чем со сварливой женой в пространном доме. Постоянные нападки и упреки убийственные. Казалось бы, ну что? Ну мы же ругались год, ругались два. Ну еще проругаемся. Ну не даром говорится, что есть такая последняя соломинка. Казалось бы, вот ничего не было сверхъестественного. Потом пах! И разломалось все. Очередная дрязга, очередная мелочь, очередная ссора, очередное недовольство. Казалось бы, да подожди, и месяц назад было такое недовольство, и год назад было такое недовольство. Что сейчас-то случилось? Что сейчас-то произошло? А ничего. Просто финал произошел. Просто сломало это все. Сломало все. И эти отношения, они были сломаны. Вот этим невниманием, пренебрежением к мелочам. Каждый день этот дар от Бога для нас. Не нужно ждать особых праздников, там, юбилеев, Новый год. Только что закончился, сейчас ждем Нового года. Вот день, который Бог дал нам. Сегодня. Завтра. Послезавтра. Чем ты его наполнишь, тем он и будет. Это может быть великий день любви или день постоянного недовольства. А мы все думаем, вот начнется жизнь радости, начнется жизнь любви, начнется жизнь, вот когда все будет не так, а пока, извините, вот как-то все у нас не так, вот он не то сделал, она не то сделала, и вот это недоволен, 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 то не то, то не то, то не то, так не так, так не так, вот недовольны. И к сожалению, у некоторых семей это постоянная атмосфера недовольства. Это и их дом, и их семья. Как ты жить можешь в этом? Это влияет на все, на твой характер, на твое поведение, на твои поступки, на все влияет. И самое печальное, это твоя жизнь, Ты ее такой созидаешь и живешь в иллюзиях, что что-то случится, ждешь какой-то особой благодати от Бога, что все изменится. У нас тут включаются разные христианские хитрости, мы думаем, ну может быть что-то... Вот знаете, всегда не хочется менять свой характер, не хочется работать с собой, не хочется работать со своим поведением, не хочется работать вот на своей реакции, хочется лучше там свалить на кого-то другого, на дьявола, на бесов, на наследственное проклятие. О, у нас все ссорились еще, у нас все ссорились, ну давайте тогда от Адама начнем, они там первые, у них недовольство пошли какие-то. Он стал жену обвинять, там она змея обвинять, получается мы все под наследственным проклятием. Это не наследственное проклятие, выгораживать себя и обвинять другого, это твоя и моя плоть. Плоть, когда никогда не сознается, что это недовольство мне живет, мне нужно что-то делать, мне нужно меняться. Нет, лучше сделать какие-то глобальные теории, кого-то обвинить и жить ничего не меняя. Вот так многие и живут. Почему сегодня такой катастрофический процент разводов? Восемь из десяти семей в нашей стране заканчивают свою семейную радость разводом. Почему? Да вот потому что постоянные вот такие лисят. Мы ждем каких-то, знаете, великих объяснений, великих каких-то вот секретов счастья семейной жизни. Великий секрет, вот я его познаю и счастливым буду. Вот вам великий секрет. Не придирайся. Великий секрет. Очень простой. Вторая история, уже ближе к нам, связана с гением нашей русской литературы, Львом Николаевичем Толстым и его женой Софьей Андреевной. Перед своей смертью Софья Андреевна призналась своим дочерям, призналась в том, что она была виновата в смерти своего мужа. На что дочери даже ничего не стали отвечать, они просто плакали. Как она убила его? Опять не какими-то глобальными действиями, а постоянными жалобами, постоянной критикой, постоянными нападками. Лев Толстой был известным писателем уже при жизни. Он был граф, и кроме славы писательской, у него было имение, у него было социальное положение. Я думаю, многие из вас помнят, еще, наверное, по школе, что в своей жизни Толстой пережил преображение, и его жизнь после определенных событий стала меняться. Если в юности сам Толстой говорил, что, наверное, не было греха, который он бы не совершал, то в зрелости он познакомился с Евангелием, со словами Христа, и стал стремиться исполнять эти слова. Я не хочу сейчас вдаваться в детали, как Толстой понимал слова Христа. У него были свои понимания некоторых вещей в Евангелии. Но он решил измениться и следовать учению Иисуса так, как он его понимал. И в итоге его отношение изменилось к крестьянам своим. Он стал раздавать часть своих земель беднякам, он сам стал работать, сам стал пахать, сам стал косить, тянил свою обувь сам, подметал комнату, ел из простой посуды, из деревянной миски. И вы знаете, когда люди женятся, особенно в юности, и впереди долгая жизнь, долгая жизнь, которая во многом ставит перед нами вызовы, заставляет нас принимать важные решения, что-то мы отбрасываем, что-то оставляем. То, что порой нам казалось главным, становится второстепенным, с годами. А то, на что мы особо не обращали внимания, с годами становится очень важным. Вы должны понимать, я часто говорю жениху и невесте. Я говорю молодым людям, которые в помолвке. Вот сейчас вы смотрите на этого человека, ваши взгляды близки, ваши позиции близки, но перед вами долгая жизнь. И все мы меняемся. И через пять лет, и через десять лет, и через двадцать лет поменяешься и ты, поменяется и он. Я, конечно, понимаю, мы не обязаны быть пророками и видеть, каким человек станет в старости. Но когда мы обещаем быть вместе в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас, то мы понимаем, что мы готовы не просто принять вот сегодняшнего человека, но того человека, которым он станет через пятнадцать лет, через двадцать лет, сколько Господь не отпустит. Поэтому необходима помолвка, это серьезное решение. Вы же будете развиваться, и сейчас вы близки, но если вы хотите быть близки через двадцать, через тридцать, через сорок лет, вы должны и развиваться вместе, вы должны принимать друг друга в этом развитии. И не случайно, поскольку бывает, развитие идет не всегда одинаково, Бог в семье дал супругам разные роли. Бог не унижал женщину и не делал ее ниже мужчины или хуже мужчины. У нее просто иная роль. Всякий мудрый мужчина, конечно же, всегда будет прислушиваться к своей жене, но все-таки главная ответственность за то, куда направится корабль семьи, лежит на муже. Не случайно говорится, что мужчина женится, а девушка выходит замуж, то есть она за мужем. И всегда исправляет. Вот она женилась. Нет, 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 не женилась. Вышла замуж. Она встала зачем-то. Так вот некоторые реально не замуж выходят, а женятся. И, к сожалению, Софья была одной из таких. Когда Толстой стал пренебрительно относиться к богатству, к роскоши, а супруга любила это, и нравилась слава, рукоплескание, для Толстого же это все превратилось в какие-то незначащие пустяки, любила балы и прочее. И в итоге она не принимала, перестала принимать своего супруга, и в течение многих лет изводила его, были крики, брань. Толстой отказывался от авторства своих книг даже. Она его ругала за это, требовала денег, которые он должен был бы получать за свои книги. И в итоге отношения, которые начались как сказочная любовь, через 50 лет, столько они прожили вместе, превратились в отношения, где люди могли с трудом друг друга выносить. Иногда вечером жена Толстого приходила и просила прочитать вслух слова любви, которые он ей написал 50 лет назад, когда их отношения только начинались. И когда он читал эти старые слова о прежних днях, они оба плакали. когда смотрели, во что романтика, радость первых дней, во что это все вылилось, во что это превратилось. Я думаю, что конец этой истории многим известен. Когда Толстову было уже 82 года, он уже не в состоянии был выносить свой дом, свои отношения с женой. и октябрьской ночью 1910 года ушел из дома, сам не зная, куда направляется. 11 дней спустя, после того, как он ушел из дома, его нашли скончавшимся на маленькой железнодорожной станции. И, что тоже характерно, наверное, уже умирая перед смертью, он требовал, чтобы ее не допускали к нему. Вот такая цена, заплаченная за, казалось бы, мелочи. Нападки, недовольства, жалобы, истерики. Я не хочу оправдывать только Толстову. Возможно, у его жены, конечно же, как в любых отношениях, были свои причины. И не всегда она была неправа, когда-то и он был неправ. И мы понимаем, что жить там с писателями большими, судя по их биографиям, очень непросто. Но тут другой вопрос. Помогли ли ей эти нападки? Я не говорю о том, что в наших отношениях мы должны одевать розовые очки. Нет, я об этом не говорю. Есть то, что нас не устраивает, но вопрос в том, как мы это решаем. Постоянно выражая недовольство, постоянно истеря, постоянно вот говоря негативно, негативно. Библия говорит, жизнь и смерть во власти языка. Это не просто красивая метафора. Жизнь и смерть во власти языка. Нет. Это духовная реальность. Слова исцеляют, слова отравляют. Слова благословляют, слова проклинают. После одних слов хочется жить дальше, после других хочется умереть. Проблема в том, что мы хотим одного, а говорим другое. Я часто говорю молодежи, есть простая вещь. Если вы идете на север, вы на север и придете. Даже если вы мечтаете о юге, вы все равно придете на север, если вы туда идете. Знайте, куда вы двигаетесь, чтобы для вас не было неожиданностью встреча с северным полюсом. Ты скажешь, я мечтаю о теплых странах, о теплых морях, о песочке. Зачем идешь на север? Если ты мечтаешь о хороших отношениях, о любви, о благословенной семье, о прекрасном браке, зачем ты отравляешь отношения своими словами? Зачем? Ну, понимаете, вот знаете, сколько раз я не общаюсь с семейными парами, сколько я не выслушиваю разных примеров, я понимаю ваши мотивы, я понимаю, вы хотите как-то улучшить, но вот эти негативные слова ничего не улучшат. Ничего. Ничего. Скажешь пастору, что делать, если накопилось? В некоторых церквах есть исповеди, там можно прийти и вылить всю свою душу, весь свой негатив на ксенза, пускай разбирается. Ну, у нас можно с пастором пообщаться, конечно, да, у нас нет вот этой исповеди, мы лично, перед Богом, каемся. Но вы поймите, иногда накопилось, вот так и скажи в молитве, не думай, что в молитве ты должен быть таким красавчиком, прийти, прям так красиво сказать, «Отче наш», там все. Вначале «Отче наш», потом «Благословение Ааронова». есть ли у тебя боль, может быть, это некрасиво, может, грубо, но вылей сердце перед ним. Читайте псалмы, как часто Давид в свою боль выливал пред Господом. Он был честным. Мы тоже должны быть честны. У нас есть и боль, у нас есть что только не есть в нашей душе. Но проблема-то, знаете, в чем? Проблема в том, что мы очень бережны, аккуратны и дипломатичны, аккуратны с посторонними людьми и с близкими. Мы на них выливаем весь негатив. Они же близкие, они должны вытерпеть. Те люди, которым мы больше всего дорожим, мы на них выливаем в самую грязь порой своей души. А потом удивляемся, ну как так? Мелочи губят виноградники, даже если они в цвете. И поэтому, вот на примере этой известной, супружеской пары. Один из важных уроков. Не пытайтесь переделать друг друга. Уж точно не словами. Я за 25 лет жизни супружеской понял, повлиять на другого можно только своим примером. Не правильным поучением, а только примером. Хочешь, чтобы она была такая? Будь таким. Хочешь, чтобы она делала так? Сам делай так. Не говори ей, не зуди, не ворчи. Сам делай так. И не пытайтесь часто переделать друг друга. Третья история. Тоже об одном очень великом человеке, американском президенте, наверное, одним из самых великих президентов, Авраам Линкольн. Миссис Линкольн тоже устраивала в своему президенту очень интересную жизнь. Дело в том, что сам Линкольн при довольно высоком росте был сутулым, двигался довольно неуклу, люже. У нее такая была очень своеобразная походка. И вот жена критиковала его за все. Она говорила, что его движения не грациозны. Передразнивала его. Ей не нравились, как у него торчали уши. Она критиковала его нос. Она смеялась над его нижней губой. Она говорила, что у него слишком большие руки и ноги, слишком маленькая голова. Ты скажешь, вообще как так можно быть? Хотя вот если так подумаешь, примеров вокруг нас таких и похлеще, еще больше. Как так можно? Вот смотришь со стороны и думаешь. Неумная. Это то, что мы все подумали, да? Неумная. А потом, посмотришь на свою жизнь. Как часто мы бываем такими неумными. И что интересно, никакие дипломы тут не работают. Можно иметь степень научную и быть глупым человеком в семейной жизни. Можно диссертации защищать, там квантовые теории выдвигать всякие. И при этом быть совершенно безумным в отношениях с близкими людьми. С теми, кто тебе дорог. И Линкольн, его супруга, Мэри Тодд, были противоположностями во всем. По воспитанию, по происхождению, по характеру, по вкусам. миссис Линкольн постоянно высказывал своему мужу недовольство. Могла даже схватить чашку, швырнуть своего супруга. И об этом даже написано со слов людей, которые при этом присутствовали. То есть она это могла делать при посторонних. Линкольн на все эти упреки молчал, был таким, казалось бы, невозмутимым. И в итоге отношения Авраама Линкольна с его жены превратились в настоящее сумасшествие. Весь вопрос в том, что же изменили постоянные нападки, упреки, вспышки, ярости. Они только одно изменили его отношение к ней. И то, что началось с его стороны, как великая любовь, переросло в сожаление. Он сожалел о своей неудачной женитьбе. и в итоге делал все возможное, чтобы сократить пребывание дома до минимума. Понятно, сейчас, может быть, люди бы развелись, но в то время они как-то более, может быть, ответственно подходили к отношениям. Линкольн боялся возвращаться домой. В итоге он три месяца весной, а зато три месяца осенью проводил в окрестностях города. и жил в таком ритве годами. И хотя он сам в своих воспоминаниях писал, что жизнь в деревенских гостиницах была отвратительной, но как бы отвратительной там не было, это было все равно лучше, чем ярость и недовольство в его собственном доме. вот тоже еще одна из вещей, которые разбивают часто прекрасные отношения, это постоянная критика, постоянная критика, когда критикуешь, вот ты такой, ты такой, как твой отец, такой, такая, как твоя мать, ты-ты-ты-ты, это совершенно естественно, что человек похож на своих родителей. Не случайно говорят, когда знакомишься, познакомься с родителями, чтобы видеть будущее. И вот это три истории, произошедшие в разных странах, с разными людьми, причем все три истории с великими людьми произошедшие, которые внесли немалый вклад в историю человечества. Но что все объединяет? Несчастье в личных отношениях, из-за невеликих трагедий, потрясений, а из-за мелочей, из-за постоянных мелочей. Вы знаете, мне очень нравится, я хочу вам один отрывок прочитать Ливингстона Лорида, мне очень нравится, и я в свое время, когда прочитал, я вот этот отрывок себе выписал, и он у меня хранится среди бумаг, потому что то, что Ливингстон Лорид написал здесь, по моему мнению, чрезвычайно важно. Это как раз та мелочь, из которой состоит все, наверное, основное в наших отношениях. Так вот, это называется «Отец забывает». Слова отца, адресованную к его сыну. «Слушай, сынок, говорю это, когда ты спишь, положив свою руку под щеку. Светлые кудряшки прилипли к твоему влажному лобику. Я прокрался в твою комнату один, несколько минут тому назад, когда я читал в библиотеке книгу, на меня нахлынула волна жгучего раскаяния. С чувством вины и пришел я к твоей кроватке. Вот о чем я думал, сыночек. Я был сердит на тебя утром, выбронил тебя, когда ты собирался в школу, так как вместо того, чтобы умыться, как положено, ты только провел полотенцем по твоему лицу. Я дал тебе нагоняй за то, что ты так не почистил свои ботинки. Сердито закричал на тебя, когда ты уронил что-то на пол. За завтраком тоже не оставлял тебя в покое. Ты пролил чай, жадно проглатывал пищу, клал локти на стол. Ты мазал слишком много масла на хлеб. Когда я уходил на работу, ты, убегая к своим игрушкам, обернулся, помахал мне рукой и крикнул «До свидания, папа!» А я нахмурился в ответ «Не сутулься!» Затем после обеда все началось сначала. Подходя к дому, я заметил, что ты играешь в шарики, стоя на коленях. На твоих штанишках были дырки. Я унизил тебя перед товарищами, заставил идти перед собой к дому. Штаны дорогого стоят, и если бы ты сам от отца, ты помнишь, как позже, когда я читал в библиотеке, ты боязливо вошел с настороженностью в глазах, когда я взглянул поверх газеты, раздраженный тем, что мне помешали читать, ты заколебался у двери. «Что тебе надо?» — огрызнулся я. Ты ничего не сказал, но одним прыжком бросился ко мне, обвил ручки вокруг моей шеи, поцеловал меня, и твои ручки сжались нежностью, переполнявшей твое сердце. Нежность, которая не могла уничтожить даже моя черствость. И затем ты убежал в припрыжку вверх по лестнице. И вот, сынок, вскоре после этого газета выскользнула из моих рук и ужасный пронзительный страх овладел мной. Что сделала со мной моя скверная привычка? Привычка всегда обвинять, постоянно делать замечания. Все это досталось тебе от меня только за то, что ты мальчик. И не потому, что я не люблю тебя, а потому, что ожидал слишком многого от ребенка и мерил на свой собственный аршин, на аршин своего возраста. В твоем же характере так много хорошего, тонкого, твое маленькое сердце так велико, как рассвет над широкими холмами. Это проявилось в твоем порыве, с которым ты бросился ко мне, поцеловал перед сном. Теперь ничто другое не имеет значения. Я пришел к твоей постели в темноте и пристыженный встал перед тобой на колени. Это весьма слабое искупление вины, зная, что ты не понял бы всего этого, если бы я сказал это тебе, когда ты не спишь. Но завтра я стану настоящим отцом, буду дружить с тобой, буду страдать, когда ты страдаешь, и смеяться, когда ты смеешься. Я прикушу свой язык, если в нем появятся раздраженные слова. Я всегда буду повторять, как если бы это было ритуалом. Он всего лишь мальчик. Боюсь, что мысленно видел тебя взрослым, но теперь, когда я вижу тебя здесь усталым и свернувшимся в своей кроватке, вижу, что ты еще ребенок. Вчера еще мать носила тебя на руках, и твоя головка покоилась на ее плече. Я требовал слишком многого. Слишком многого. Мне кажется, знаете, это очень великие слова, простые и великие, когда мы друг от друга требуем слишком многого, постоянно недовольны, постоянно критикуем. Я думаю, в этом одна из величайших слов Иисуса о том, что мы не должны осуждать друг друга. Так легко осудить, критиковать, проявлять недовольство. Постоянно что-то не то. Ты бы сделал не так, все было бы иначе. постоянно есть то, к чему можно было бы придраться. И казалось бы, ну это всего лишь мелочи, это всего лишь мелочи. Ну он же порвал штаны, он же там новая обувь, он это все сделал. И нам кажется, что все не так, не так, не так, не так. И что интересно, мы любим друг друга. По-настоящему любим, а говорим негативное друг другу. Мы любим друг друга, но нам почему-то кажется, выражать любовь как-то неудобно. Это как-то даже некультурно выражать любовь, а вот постоянно выражать недовольство, замечание, вот это нормально. И мы не говорим друг другу вот этих великих слов, мы не говорим о любви, о милости, о прощении, но мы постоянно придираемся, 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 придираемся. И мы думаем, что у нас такая большая любовь, что она выдержит все. Такая большая любовь. Но не случайно, какая бы небольшая ни была любовь, Священное Писание нам напоминает, если вы не поддерживаете ее, она погаснет. Помните, как Дух Божий говорил в послании к Ефесской церкви, что ты такой человек, столько всего достиг, такая церковь хорошая, но имею против тебя. Помните? Имею против тебя. Оставил прежнюю любовь свою. Все вылилось в постоянных каких-то вот рабочих придирках, в постоянном каком-то недовольстве. И в итоге маленькие лисенята губят красивые большие виноградники. Там не было торнадо, вихрил, урагана. Нет, маленькие лисенята, на которых никто не обращал внимания. И вы знаете, в конце хочу закончить еще одной историей, тоже об очень интересном человеке, которого звали Бенджамин Дизраэли. Бенджамин Дизраэли – блестящий, один из самых блестящих умов своего времени. очень интересная история его женитьбы. Бенджамин Дизраэли как-то сказал, «Я мог совершить в жизни много глупостей, но я никогда не собирался жениться по любви». Вот вы знаете, я вот сейчас рассказал все эти истории, каждая из них, из трех историй, начиналась с великих чувств. А вот у Дизраэли такого не было. Не было. Он не женился по любви. Он вообще был холостяком до 35 лет. А потом сделал предложение богатой вдове. Она была его старше на 15 лет. Особой страсти не было. И я даже помню, когда читал его биографию, удивился, думал, как-то вот меркантильно все выглядит, как-то очень так неромантически, прозаично все выглядит. И казалось бы, вот такие отношения, ну, нету таких отношений будущего никакого. Великих чувств, эмоций нет. Богатая вдова, которую избрал Дизраэли, она не была молода, ей было около 50. Не была великой красавицей, блестящей женщиной. И причем в ее речи, вот если вы читали статьи Дизраэли, это один из величайших умов. Его же жена, вот у нее такие ошибки были, и литературные, и исторические, что там над ней даже, бывало, смеялись. Например, она не знала, кто был раньше, римляне или греки там. Вкусы в отношении одежды были такими странными. Но вы знаете, вот что было у этой женщины? Она была гений отношений, гений отношений. Она никогда не пыталась противопоставить себя Дизраэли. Когда он возвращался домой, там, после своих диспутов, после, там, тяжелых дней, она встречала его домой с любовью, нежностью, и просто снимала с него напряжение. Дом для него был местом, где он мог всегда отдохнуть и просто расслабиться. Он писал, что часы, проведенные им в своем доме, в семье, это самое счастливое время его жизни. Самое счастливое время его жизни. Жена была его помощницей, его советчицей. И поэтому постоянно его тянуло домой, когда он выступал в палате общинно. А он приходил домой, он делился с ней, рассказывал ей новости. А его супруга, Мэри Эм, она верила, что ее муж самый лучший. Она не верила, что его может постигнуть какая-то неудача. И вот 30 лет, которые они прожили вместе, она жила для него. И хотя общество порой неудумевало, смотрело на нее как на не очень образованную, не такую уж и красивую. Но вы знаете, она никогда не критиковала его, она принимала его таким, какой он есть. Она не упрекала его, не высмеивала его. Хотя у Дизрейля тоже, может быть, был непростой характер. Она не была, конечно, совершенством, но он писал, что все эти 30 лет, все, что он слышал от жены, это было восхищение, это была благодарность. И он говорит, мы прожили вместе 30 лет, и мне никогда не было скучно с ней. Благодаря нашим отношениям моя жизнь представляла непрерывную ленту счастья. Хотя, если вы читаете про жизнь в Израиле, у него были трудные моменты, но у него всегда вот был этот тыл, был человек, который принимал его таким, какой он есть. Я думаю, в этом и есть счастье семьи, счастье отношений, когда мы, не идеальные, несовершенные, принимаем друг друга такими, какими мы есть. Конечно, мы меняемся в жизни, меняемся в нести, но меняемся не под упреками друг друга, не под критикой друг друга, не под постоянными попытками переделать друг друга. Любовь меняет. Любовь нас преобразует. И поэтому даже, вот они прожили счастливо, и когда уже пожилыми людьми, они даже шутили над началом их отношений. И Дизраэлик говорил своей жене в старости, не забывай, как-никак я женился на тебе из-за денег, он говорил ей. На что жена улыбалась и отвечала. Она говорит, ну если бы ты на мне женился второй раз, ты бы женился уже по любви. Вы знаете, вот этот пример, до этого было три истории, которые начались как сказка, а закончились как ужас. А тут все началось прозаически, без лавины эмоций и чувств. Прозаически началось, но закончилось как сказка. Не случайно Библия говорит, что не начало, а конец венчает дело. Не как все началось, к чему все пришло. И я помню в свое время, мне так удивили слова Тургенева, когда он, уже будучи всемирно признанным, написал, я бы отдал весь свой талант и все свои книги за то, чтобы когда-нибудь, где-нибудь была женщина, которая бы беспокоила мысль, опоздаю ли я к обеду. Потому что на самом деле счастье, как мы думаем, оно не от великих каких-то свершений, достижений, даже не от реализации нашего гения, или, как мы любим говорить, среди христиан призвание нашего великого. У нас у всех есть какие-то великие призвания, великие призвания, и мы все стремимся эти призвания реализовать. Часто не обращаем внимания на то, что происходит вокруг. Хотя самое ценное – это любовь. Бог есть любовь. Наши взаимоотношения друг с другом, особенно с близкими людьми, с дорогими для нас людьми. И в конце я хочу еще раз прочитать вторую главу «Песни песней», пятнадцатый стих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я – ему». В Ветхом Завете говорится, что немало благословений бывает и на ниве бедных, но многие гибнут из-за беспорядка. Бог стремится благословить каждого, но можем ли мы сохранять эти благословения? Благословения приходят к каждому. Люди часто предпочитают не признавать себе, что они что-то не то делают. Они лучше будут жаловаться на жизнь, на судьбу, на наследственные проклятия, на духовные вещи. Человеку приятно думать, что весь ад ополчился на него, поэтому так трудно и тяжело. И пока ты будешь так думать, ничего не поменяется. Начав духом, можно закончить отношения плотью. Начав с Эдемского сада, можно закончить адом. Начав с любви, можно закончить ненавистью и проклятием, и посмотри вокруг, сколько примеров таких отношений. Но у тебя твоя жизнь, у тебя твоя семья, у тебя твой дом. Поэтому смотри, как ты строишь. Смотри, что ты вкладываешь. Смотри, как ты относишься. Смотри, что ты говоришь. Потому что, я еще раз подчеркиваю, столько примеров, когда пренебрежение мелочами крадет великие благословения. Бог дает благословение каждым отношениям, каждой семье. Но ты можешь все растратить, потерять из-за беспорядка. Когда не думаешь, что ты говоришь, не думаешь, как ты относишься, проявляешь себя во всей красе своей плоти, оправдываешь себя тем, что если меня любят, то примут любой, и просто убиваешь все. или, может быть, поиначе. Все началось, может быть, непросто, началось трудно, но благодаря мудрости и правильному отношению, благодаря тому, что ты внимателен к мелочам и хочешь, чтобы каждый твой день был красивым, красивым. Вся твоя жизнь станет тогда красивой, наполненной любви. Этот костер, если ты регулярно подбрасываешь обычные ветки, он будет гореть и гореть и гореть. А если ты будешь думать, что такой большой огонь, что о нем заботится, однажды окажешься на пепелище. Твоя жизнь ты решаешь. Идешь на север, окажешься на севере. Пойдешь на юг, окажешься на юг. Но не мечтай, идя в одну сторону, а в другой стороне. Ты просто обманываешь сам себя. Будь мудрым. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...